Понимаете, я бы тоже хотела ездить на, не знаю там, на вооружение. Я вот езжу, на чем езжу. В минувшую пятницу прошла районная коллегия, на которой обсуждалась подготовка объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы в Дмитровском муниципальном районе к осенне-зимнему периоду 18-19-го годов. Основным докладчиком по данному вопросу выступил заместитель главы Дмитровского района Андрей Мизиченко. Подготовка к осенне-зимнему периоду 18-19-го годов осуществлялось в соответствии с разрежением правительства Московской области от 12 апреля номер 181 по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Московской области в Сенне-зимнему периоду 18-19-го года. И также в соответствии с восстановлением администрации Дмитровского муниципального района 10 мая номер 316-го и по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Дмитровском муниципальном районе в Московской области, в сентябрею до 18-19 годов. Итак, в межсезонье подготовлены к отопительному сезону 1409 жилых домов, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 271 километр канализационных сетей, 584 километра водопроводных сетей, 264 километра тепловых сетей, 80 котельных, из которых работают на газе 58, на жидком топливе 7 котельных, на твердом топливе также 7, 5 электрических котельных. 117 водозаборных узлов, 37 очистных сооружений канализации и 40 канализационных насосных станций, 3177 километров электрических сетей. На территории Дмитровского района создана единая диспетчерская служба, работающая в круглосуточном режиме. Разработаны схемы оповещения на случай возникновения аварийной ситуации и схема взаимодействия предприятий и организаций. Номер единой диспетчерской службы 849622-42929. «Обращаю внимание, что такие происходят вещи, например, что аварийная служба, аварийная служба – это жилком, правильно вы говорите? Она, например, суббота, воскресенье и праздничные дни – там выходные. И все субботы, воскресенье звонят люди непонятно откуда, со всех котельниц, яхоти и так далее. Находят мой телефон, диспетчер отправляет к вам, разбирайтесь там и так далее. Начинаем называть водителей, водителей выходной и так далее. То есть суббота, воскресенье, праздники – это выходные. Поэтому откачать воду, топят ли подвал, холодят. Канализация у нас в 8-часовой рабочий день, или там 10-часовой рабочий день по определенному графику и так далее. Поэтому на это замечание пока тоже с трудом получается сделать. На подготовку к отопительному сезону в 2018 году было направлено 234,5 миллиона рублей. На капитальный ремонт многоквартирных домов – 167 миллионов. На текущий ремонт – 22,5 миллиона. На ремонт систем теплоснабжения – 26 миллионов. На ремонт систем водоснабжения – 18,5 миллионов рублей. На всех 80 дмитровских котельных проведена заготовка запасов основных видов топлива – мазута, дизельного топлива, угля. На случай ограничения поставок основного вида топлива разработан и утвержден план мероприятия и график перевода на резервное топливо. Насколько я знаю, информация у меня представлена в ГЖИ на 20 сентября 2018 года. Сотрудниками этого территориального отдела было обследовано 442 многоквартирных дома, которые уже паспорта готовности подписаны. 10% от этого числа – 95. Эксплуатации в осенне-зимний период не готовы. Это повлекло привлечение к административной ответственности УК Дмитровская, УОО «Дмитровская управляющая компания» и УК ЖКХ. Сумму штрафов не буду уже отсюда. 95 домов не готовы. Я так полагаю, что к концу проверки всех домов это количество домов вырастет. Доклад был хороший, но вопрос в том, что 10% не готовы. В дальнейшем будут не готовы процентов, наверное, еще 30. То есть через две недели мы отчитаем, что все хорошо, а реальная цифра у нас говорит об обратном. На сегодняшний день имеется серьезная задолженность предприятия и организации коммунального комплекса перед предприятием «Дмитров Теплосервис». Сумма задолженности составляет 499,5 миллионов рублей. В соответствии с дорожной картой по погашению задолженности перед «Газпром Межрегион ГАЗ Москва» перечислены денежные средства в размере 250 миллионов рублей на счет данной организации. Оставшаяся сумма задолженности составляет 237 миллионов 200 тысяч рублей. Администрации Дмитровского муниципального района принимаются меры по вопросу погашения задолженности за потребленные энергоресурсы, недопущения и отключения горячего водоснабжения в жилых домах и объектах социальной сферы. Постоянно проводятся совещания о пропуске предприятий-должников с целью погашения задолженности. Сейчас мы находимся на уровне переговоров с МРГ, Межрегион ГАЗом, чтобы договориться с ВИСТом, что мы проплатили определенные долги. В рамках этого разрешить нам включить эти две котельные объединения. Пока МРГ не идет на согласование, они сказали, что они делят аймаут и абсолютно. Но я думаю, что мы... А сроки есть какие-то? Что? Сроки есть какие-то по... Сроки есть. По покупке котельной в лучшем случае декабрь, потому что нужно корректировать программу областную. Это МОСОБУ и ДУМА. Это произойдет в ноябре. Значит, в декабре мы сможем выйти на приобретение котельной. А по МУПО и, соответственно, договоренности, чтобы включить обе, я думаю, в ближайшая неделя. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ